Привет, друзья! Сегодня у нас будет 6 зубов. Не знаю, чего ждет вас, но меня ждет крепкий сон. Я тут узнал, что не должны дать по этой бузне. Нормально, да? Правая рука не имеет. Три лучших репера в России. Нет вот таких. А ты уж живет, да? Понимаете, что можно... Тут, оказывается, его еще всю операцию держать нужно. Двери сами начали открываться. Мы придавим его деньгами. Это вот этот шансам удалял, дай себе. Солнце на него чуть подвинем. Мы удали 6 зубов. Ну что, увидим, что будет? Миллионы лет вокруг твоей оси Вращается весь мир, а ты думаешь, что ты что-то знаешь. Гудморин, ребята! Сегодня я, Анар Дримс, поедет к доктору Эльмару, чтобы вырвать 6 зубов. 6! Я думаю, будет очень весело. Причем, мне говорят, что я там проснусь возле водопада потом. Вы знаете, что такое водопад? А еще мне говорят, что, короче, я буду отходить чуть ли там не полгода. Но я думаю, за одну ночь отойду. Всего лишь 6 зубов. Что-то такое. Стандартная тема. Дело в том, что я очень хочу видеть. Я просто мечтаю о них. Но для начала нам нужно, короче, все вылечить. Удалить 6 зубов. Потом опять все вылечить. Потом поносить элайнеры. А потом я буду сиять. Сиять, как тигр. Ну что, увидим, что будет? Знаете, почему я так радуюсь тому, что мне сегодня удаляют 6 зубов? Хотя многие, наверное, думали бы... Ну, грустили бы, скажем так. Дело в том, что 2 года назад у меня было 15 миллионов долгов в моем бизнесе. И никто мне даже косаря не давал. И у меня заболел 2 января ночью зуб. И просто, представляете, у меня нет возможности взять и пойти к стоматологу хотя бы какому-то. Чтобы себе вырвать зуб, который у меня адски болит. Что я делаю? Я начинаю его расшатывать, вот этот зуб. Целый час я его расшатывал, чтобы моя десна привыкла к боли. И на второй час я его кусками оттуда вытащил. Там остался только корень. Вот. Поэтому сегодня я фантастически рад тому, что у меня есть возможность удалять и лечить свои зубы. Чуть ли не в лучшей клинике вообще в стране и в СНГ. А скоро, я думаю, это будет лучшая клиника в мире. Вот. И это прекрасная возможность. Погнали в эту самую лучшую клинику. Вот. Итак, ребят. Я приехал в клинику доктора Эльвара. Вот она. Очень голодный. Я вчера не кушал и у меня голова как будто взлетит вот такая огромная. Я думаю, ох. Сейчас она взорвется. Вот. Ты хотя бы прочитал, что ты подписываешь? Короче, мне сказали, надо подписать. Вот. Из-за того, что у меня под наркозом будут что-то делать. Двадцать пятое. Двадцать пятое. Так. Беременности у меня нету. Видите, какая подпись? Дорогие друзья, сегодня мы будем удалять шесть зубов. Анарчику под седацией и во сне. Четыре зуба мудрости и еще два вот. Честно говоря, я не понимаю, я специально не хочу понимать. А этот человек мне будет отправлять сегодня спать. Это наш анастезиолог Дмитрий, который, собственно, будет вводить тебя в глубокий сон, в котором ты будешь спать. И будет контролировать весь процесс для того, чтобы ты у нас благополучно уснул и благополучно проснулся. Поэтому мы сегодня выспимся, ребята. У меня еще круги под головами, если я не высыпаюсь. И просто хочу, чтобы ты знал случай, если не проснушься, все вопросы к нему. Если я не проснусь, у меня вопросов никаких не будет. Я там все подписал. Тикток Димону. Я не знаю, что ждет вас, но меня ждет крепкий сон. Ты готов? Да. Ты решаешь? Нет. Пожалуйста. Ты первый. Ты первый. Да-да-да. Сегодня, по сути, они меня оставят без зубов. Я тут узнал, что мне нужно дать подгузник. Мне двадцать лет не давали подгузник. Даже больше. Двадцать три года мне не давал никто подгузников. И вот он, этот момент. Я тебя даже вижу, ты стоишь с подгузниками. И там написано в виде клуб. Так. Ого. Чувствую, это подгузник. Спасибо большое. Вот моя красивая упаковка. Вручаем его вам. Ого. На туре подгузник. Он же новый, да? Нет. После Егора Крита просто. Сейчас я вернусь как-то. Смотрите, пожалуйста, процесс. О, это просто было. Опа. Ты снимай, как-нибудь. Я это самое веселое у меня зубов, Вол. Вообще, мне кажется, в жизни всех зубов в мире. Угу. Угу. Сейчас нас зафиксируют, ребята, мы будем в порядке. Это для меня? Да, это для тебя. Угу. А что-то вы уже вели? Не очень. А то меня даже закрыло. Угу. Угу. А вот сейчас как будто что-то заработало. Где? Правая рука не имеет. Она расскажет о своих целях на 2020. А ты уже вёл, да? Самая первая цель это осознанность. Если я смогу стать осознанным, то я буду безопасным и полезным для всего мира и мироздания. А ещё я хочу в этом году потратить на благотворительность 100 миллионов рублей. Для начала. А это ему всего лишь давление померили. Ха-ха-ха. Всё, что у тебя есть... Ему ведь ещё ничего не вводили. Да. Если тебе 20, а потом тебе будет 30, тело будет... Я что не видишь, его не остановится. Это его обычное состояние. Ха-ха-ха. Всего лишь один из вариантов развития событий. Не более. Вот ты. Тебе сколько лет? Всё, что у тебя есть, это твои знания. А потом тебе будет 30, вся жизнь поменяется. Истина. Четыре с половиной миллиарда лет. У нас здесь сегодня в кабинете имеется человек второй курс. Кстати. Девочка второго курса. Ребят, я хочу, чтобы все знали. Ну нахер усыпляти его. Ха-ха-ха. Я хочу, чтобы все знали, я... Три лучших рэперов в России. Нету таких. Что самое главное в жизни? Эээ, весь смысл жизни. Я буквально, знаешь, ты очень вовремя задал этот вопрос, потому что я к ответу этого вопроса мне шел абсолютно не так. Мир существует в твоей жизни в сравнении с 4 миллионов лет. И всё, что ты можешь сделать, чтобы запомнить о тебе в этом мире. И если это сделаешь не ты, это сделает доктор Эльмар. Как бы это ни звучало, с одной стороны, вокруг конкуренции к доктору Эльмару, но при этом доктор Эльмару придет один день. А ты можешь придать деньги. И... Вы понимаете, что... Мы понимаем то, что мы ничего не понимаем. Я не договорил, Анна. Что? Уснул? Вот так всегда. На самом интересном. Люди всегда вот так вот на неё засыпают. А как же занятия? А как же вопрос? Так а что по рэперам? Как вам экспресс-курсы смысла жизни от Анара Дримса? Превосходно. Я считаю, что у него большое будущее. И он сможет собрать толпа людей. Чувствуете, что переродились после этой информации? Ну... Чистично. Тем временем у Анара 4,8 тысячи зрителей. А он там отдыхает. Пожалуйста. Оп, оп. Сбегаем. Пока Анара отдыхает, давайте я познакомлю вас с операторской группой. Это Димон. Как вот это юное дрование зовут? Аня. Еще есть штатив. Кольцевая лампа, которая тоже очень неплохо справляется. Я думал, работа анестезиолога. Думал, вырубил пацана и пошел. А то, оказывается, его еще всю операцию держать нужно, да? Поддерживаю его. Поддерживаю, держу его за руку. Ну, пока Анар здесь проходит процедура, покажу, где он будет отдыхать после. Вот. Смотрите. Анар проснется, и первое, что он услышит и увидит, это водопад. Ничего страшного, если водопад на него подействует как-то не так, потому что на нем подгузники. Так, так, не убегай. Не убегай. Лежи. Отдыхай. Мало денег. Точно, точно. Мало денег. Все. Лежи. Успокойся. Мы придавим его деньгами. Просто придавим. Он не убежит никуда. В нем весу 40 килограмм. Тут нет ничего веселого. Очень круто. Там что-то началась какая-то нормальная движуха вон с щипцами. Двери сами начали открываться. Анар силой мысли открывает дверь и хочет сбежать. Ну, ты видел? Видел? Вообще крутой. Угу. В чем его крут? У них зуб мудрости бывают одним корнем. А у него три корня, и плюс каждый смотрит куда хочет. Один на нас, один на карта. Короче, зуб уверенный. Говорят, ему сегодня не удалят все шесть зубов. Ему еще два оставят. На следующий раз. Вы видите? Да. Может даже он не справится. Ему на одной стороне сейчас удалили два восьмерки. И сейчас еще на этой же стороне еще два удалят. А на другой стороне не будут трогать еще два. Вряд ли он обрадуется этому. Самое интересное будет завтра. Собирается. Сегодня он еще пока ничего не почувствует, да? Это вот это, что он сам удалял. Дай себе. Кайфуй, братцы. Вот так-то лучше. Все. Так он выглядит вообще очень здоровеньким, да? Классно выглядит, Егор. Солнце на него чуть подвинем. Еще вот так, смотри. О, солнышко на него чуть-чуть. Все. Давай, он типа в чиле вдвоем такие. На шизнон. Не зря ты вчера его уволить хотел. Я все слышал. Будем говорить, что у него осталось еще два зуба? Я думаю, нет. Ты прикинешься просыпаться и продолжай говорить свою речь, на которой он уснул. Я не удивлюсь, если так оно и будет. Да, конечно. Конечно, конечно. Топ трех рэперов со стороны. Давайте, он в первом, кого он видит, будет считать своей мамой. Я не знаю. Как? Ты пока не спешишь, вставай. Ты пока лежи. Не-не-не, полежи, полежи. Да-да-да. Дай пять. Давай начнем с простого. Красава. Во. Ты пока, пока расслабляйся. Гениальный игрок в стиле Хоккенга. Не-не-не. Тебе еще одна. Смешнее, когда он засыпал. Смотри, смотри, успокоился. Может, вторую пачку ему дать? Ему легче становится. Успокаивает нормально, да? Ха-ха-ха-ха. Пусть еще одна. Пусть даже не уйдет. А давай пьяное дырю. Пьяное дырю. Они едят банан, и не понимают, где этот банан вырос. Кто его вверх с гормала? Удачи вот. Если говорить о моем языке, то он подсказывает, что будет лишний спор, а он будет меньше спор Сколько? Что ты язык чувствуешь? Три Не тебе, не меня получилось Да Анастасия, дорогие друзья, ты когда будешь смотреть это видео и свое интервью, которое проходит сейчас, я тебе хочу сказать, что все, что он говорит сейчас, он это тоже не будет помнить Понимаешь, что мне напоминает? Немало В тусовках, у вас такие люди, которые покроют, а вы же стоматолог, которые думают, а посмотрите, у меня здесь зубы открывают, и реально они открывают рты, и пальцы начинают что-то там вести по зубам, показывать Повезло, что ты не проктолог, да? Да, да Да, удалили, а сколько зубов у меня? Шесть зубов? Мы удалили шесть зубов Шесть Ботэбаут шесть зубов Ботэбаут шесть зубов И всего на это потратили четыре, четыре часа Два дня прошло, ну какие четыре часа? Гуся, он мне не верит, что два дня прошло Да обманывает она Бро, прикинь, всего лишь за два дня я удалю себе четыре Бро, я прожил двадцать шесть лет и смог себе удалить единственный зуб в своей жизни Это все, что я смогу сделать А сегодня, сегодня мне дали возможность удалить шесть зубов Это же фантастик А где Гусей? А где Гусей? А где Гусей? Вернули Гусей на тебя Я вам сейчас покажу, как всего лишь одна медитация способна на то, чтобы человека укрепить и прийти самостоятельно Что мы это делаем? спасибо большое ютубу за то что он дает возможность мне увидеть и познать свои знания надеюсь они сохранили мои зубы зубы они мои сохранили сейчас мы с доктором альмаром вам все расскажем мы посмотрели выпуск и честно говоря я реально практически ничего из этого не помню но я помню что мне было реально весело знаете когда был маленький в детстве я помню я сидел в поликлиниках и меня мама приводила в поликлинику вас скорее всего тоже вы точно знаете как вот вы сидите и там слышно как тот и понимаешь что ты следующий и ты не понимаешь что его там делают как ему эти зубы вытаскивать вообще что там и это конечно фантастика то есть я давно очень не был у зубного доктора и когда я пришел то что знаете вас встречают все очень позитивно до последнего вы сами видели когда последний капли да то есть пока я не уснул все был прекрасном состоянии то есть прекрасно настроение атмосфера какая вы видели какая атмосфера была во время операции очень круто вы видели как я просыпался просто человек удалили 4 зуба он не ноет ничего он не держится он просто он счастлив он сейчас кровь сейчас стекает он счастлив от этого это же экшен понимаете я этого даже не помню ну блин я когда это видео думаю блин как классно я проснулся думаю вы сами посмотрели это очень классно обязательно как будете у доктора эльмара сделайте себе такое же крутое видео на память а мы продолжаем нашу зубную историю